Это всё произошло у нас на глазах. Мы видели, как ехал с неохот, всё, взрыв. И начала река гореть. Кадры горящей реки Обь. В районе Нижневартовска произошёл разлив углеводородов на трубопроводе компании «Сибур-Тюмень-Газ». Двое рыбаков стали свидетелями взрыва и начала пожара. Под нами не бахнет тут, а? Не зайдёт сюда пламя под лёд? Нет. Оно же бы так кругом было. Камеру держит местный житель Андрей Яцун, который был на небольшом расстоянии от эпицентра пожара. А вот второй рыбак Юрий приезжал в том самом месте, где произошёл взрыв. Ой, ёлки-палки, ты сзади обгоревший? Конечно. Везде ты весь. Ты прям внутри пламени был. Да. Если бы не шлем, вы посмотрите на лицо, смотрите. Куртка всё сгорела. Обалдеть. Юрий единственный пострадавший. У него ожоги лица и шеи, но ложиться в больницу мужчина отказался. Кстати, рыбаков уже начали обвинять случившимся. Причиной серьёзного пожара, который произошёл на реке Обь из-за прорыва продуктопровода, могли стать действия рыбаков. Соответствующее заявление сделал один из очевидцев, произошедшего в социальных сетях. Предположение подтвердил РЕН-ТВ и один из федеральных инспекторов ГИМС, прибывших на место ЧП. Для того, чтобы от снегохода произошёл взрыв, надо, чтобы уже была разгерметизация трубопровода. Уже была. При нормальном газопроводе никакой утечки быть не должно. Пока ни власти, ни Сибур-Тюмень-Газ, рыбаков ни в чём не обвиняют. Кстати, очевидцы пожара на АБИ рассказали, что на реке уже давно стоит запах нефтепродуктов. Экология у нас воняла нефтью ещё месяц назад. Вот такая вот петрушка. По информации компании Сибур-Тюмень-Газ, открытый пожар уже потушен и риски повторного возгорания отсутствуют. Открытого горения практически нет. До выжиг в амбарах завершим в ближайшее время. Цель – выжечь продукт полностью. Однако дым всё равно ещё виден с места пожара. Местные СМИ уже отчитались, что природе никакого вреда огонь не нанёс. Определённые экологические неприятности неизбежны. Вот насколько они будут значительны, этого заранее сказать нельзя. Но, в общем, я вам могу сказать, что снега там сейчас очень много. Половодье пройдёт, и после того, как оно пройдёт, мало что можно будет уже заметить. Продолжение следует...